В отличие от предыдущих ораторов, без бумаги выступают, потому что знаю, о чём говорю. Мне не нужны те, кто будет писать по энциклопедиям, по справочникам. А потом солдаты погибают. Вывод исторический. Когда мы принимали Грузию в состав российского государства, советники говорили, Ваше Величество, не надо этого делать. Пора признать, что царь Александрович Первый ошибся. Почему ошибся? Молодой был, такой же, как Саакашвили. Ума нету, опыта нету. И собственного отца убил. Поэтому отца-убийца, как можно совершать правильные дела? Значит, не надо было, у нас должна быть спокойная русско-турецкая, русско-иранская граница. Вот 200 лет спустя можно признать эту ошибку? Кто? Наши историки сидят и ждут указания сверху. Напишите новые учебники истории. 17-й год. Разве можно было совершать государственный переворот и лишать возможности Россию стать победительницей в Первой мировой войне? Кто сделал? Свои. Разве можно было в 22-м году создавать это государство СССР с правом выхода из этого СССР? Где еще в мире такую конституцию сделали? Ну ладно, те ошиблись. А в 70-м году вы ошиблись. Вы голосовали все единогласно за конституцию 70-го года, в которой есть пункт о возможности выхода. И они вышли. В 91-м году. Вот была годовщина 17 лет ГКЧП. Кто из вас поддержал ГКЧП? Только ЛДПР. Вы все молчали, все спрятались, все ждали кто кого. В том числе и наши генералы и маршалы. Сегодня вы их благодарите, да? Вот надо вспомнить, кто виноват был. В 91-м году. Тогда нужно было их благодарить и поддержать. Чтобы те, кто выступили против ГКЧП, это был законный орган власти. Ведь что они хотели? Программу почитать ГКЧП. Все то, что вы сейчас говорите. Обеспечить безопасность, так сказать, границ, остановить преступность. Все. Программу ГКЧП сегодня вы все в свои программы партии вложили. А тогда не поддержали. И все коммунисты Верховного Совета СССР ратифицировали единогласно соглашение о ликвидации СССР. А в марте 96-го мы здесь приняли постановление об отмене ратификации. Поэтому СНГ-то нет у нас, если брать юридический вопрос. И Ельцин хотел разогнать нашу Государственную Думу. Поэтому сегодня мы, фракции ЛДПР, поддержим признание независимости. Но я вам еще раз говорю. Пока будем неправильно решать государственные вопросы, мы будем хоронить наших солдат и благодарить их. Это кощунственно. Они лежат в могиле, а мы, командиров, их благодарим. Молодцы ребята, вот что-то там сделали, и опять похороны. Никогда нельзя прикасаться к национальному вопросу. Царь совершил ошибку 200 лет назад, но он ее исправил тем, что никаких национальных делений там не было. Была Тифлицкая губерния, Кутаиская, Ереванская и Бакинская. Тишина. И везде сидели русские генералы-наместники. Воронцов и другие. Все. То же самое с Терненькой Кавказ. Что делают большевики? Все ломают. И создают национальные эти клетки, которые сегодня трещат. Почему осетины и абхазы должны жить в составе Грузии? А Грузия не хочет жить в составе России? То есть почему мы решаем, что у народа есть первого, второго, третьего сорта? Если мы в 1991 году разрешили выйти 14 частям из состава СССР, то естественно, логично, из всех вышедших государств могут выходить другие. Мы же открыли сами эту дверь. Что мы про Косово говорим? Это мы в 1991 году разрешили миру признать 14 новых государств. И они с удовольствием идут по нашему пути. Пути от 1917 года. Кто привел Красную Армию в Тбилиси? Арджиникидзе. Грузин Арджиникидзе привел. Русские солдаты гибнут. А грузин дает телеграмму. Москва, Кремль, Ленину. Над Тифлисом реет Красное Знамя. Она кровью реет. Не надо было приводить туда 11-ю Красную Армию. И надо было создавать вот эти вот клетки. Это сталинская и ленинская национальная политика. И никогда не было никакой дружбы народов. Поднимите советскую статистику. Только из советской Грузии был постоянный отток русского населения. Чего вы там молчите? Все. Вам кажется, что там сидит Шеварнадзе, Патиашвили, Мжаванадзе? Нет. Они всегда были националисты. Они никогда не были коммунистами. И там никогда не было советской власти. Я там жил и находился. И вот, слава богу, товарищ родившийся в Сухуме, наш замечательный, так сказать, прокурор, бывший замгенеральный, он знает это. Отвечать за все должны те, кто знают. Я там жил и служил. Я знаю. Никакой советской власти. Еще никакого Горбачева и Ельцина не было. Мжаванадзе был. Великий грузин. Гуляли они все. Поэтому не знаете национального вопроса. Не пытайтесь его решать. Царь создал институт востоковедения. Сталин вырезал всех востоковедов. Чего ему востоковеды? Он сам востоковед. И сегодня еще. Где наши ученые востоковеды? Где специалисты по Кавказу? Я единственный. Меня слушают? Не слушают. Меня никто не слушает. Меня никто не слушает. Сколько я дал интервью. Свои годы аналитических записок. Книг издали. Нет. Вот ходить по подвалам мы умеем. Там убили, здесь убили, здесь. Слушайте. Занимайтесь национальным вопросом. А у вас кто занимался Паин? Эмиль Паин? Старовойтова? Шахрай? Что специалисты по национальному вопросу? Ни один из них не специалист. И когда вы не можете решать национальные вопросы, его решают солдаты. Решают тем, что они погибают. Поэтому сейчас, что нам предстоит впереди? Кто все организовал? Мы даже имя не назвали. Главного организатора этой провокации. США облетнуло слово. Дик Чейни. Вот главный враг сегодня человечества. Буш-марионетка, как и Саакашвили. Один в Вашингтоне, другой здесь. Вот страшно. И чтобы 5 ноября выиграл их человек Джон Маккейн, и никакой Саакашвили здесь ничего не делал. И никакая Кандализа Райс. Это военно-промышленному комплексу США. Нужно оставить в Белом доме своего человека, Джона Маккейна. И вы думаете, это остановится? Грузия это ягодки. А теперь в цветочках. В ближайшие два месяца. Израиль нанесет самый страшный удар по Ирану. В целях предотвращения создания медленного оружия. США поддерживают Израиль. И вот тогда мы получим миллионы беженцев. Уже с другой части Кавказа. Это имейте ввиду. 5 ноября недалеко осталось. Все успокоится после 5 ноября. Можем отдыхать 8 лет. У них тоже есть партия второго срока. Они на 2 срока оставят Джона Маккейна. В следующий раз обострение обстановки будет в августе 2016 года. Поэтому заранее прошу депутатов больше не уезжать, отдыхать в августе. Август всегда самый такой критический месяц. Что здесь нужно было делать? КГК ЧП начали и кончили плохо. Ввели войска в Москву и вывели. Здесь нужно было взять под контроль всю территорию Грузии. Арестовать всех грузинских офицеров. Вывезти их сюда. Как в Гуантанамо вывезли террористов с Афганистана. Арестовать Саакашвили. Придать его суду военного трибунала. Северо-Кавказского военного округа. В Ростове. И выпустить всю грузинскую оппозицию. Всю грузинскую оппозицию выпустить из тюрем. Восстановить действия всей оппозиционной прессы. Пусть вернется вся оппозиция оттуда. Вы как Саакашвили, такой милый мальчик. Убивают своего премьер-министра. Еще вы не понимаете, кто пришел к власти. В первые же месяцы. Сажают в тюрьму всю оппозицию. Вышваривают его за рубеж. Убивают Патаракашвили. И что? Это же все было ясно. Все было видно. А вот в документах пишите. Вероломное нападение. Какое вероломное? Они день и ночь мечтали об этом. День и ночь мечтали. У вас все вероломное. Вам все еще 22 июня мерещится. И тогда никакого вероломного не было. Сталин знал, что начнется. Просто боялся. Наверху не надо быть тем, кто боятся. Сиди дома и кроликов разводи, если ты боишься. Поэтому не знают национального опроса и боятся. Мы должны были нанести упреждающий удар. Чтобы не хоронили ни осетин, ни русских. И уничтожить. Все тоже было подготовлено к разгрому Цехенвала. Мы имели это право. Мы это обязаны были делать, как миротворческие силы. А мы дождались, пока уничтожат. Мы всегда ждем. Это дурацкая российская поговорка. Русский мужик медленно запрягает. Пока медленно запрягаем, будем хоронить. Быстро нужно все делать. За 24 часа русская армия должна стоять в Батуми на русско-турецкой границе. И все. И там поставить снова наши пограничные столбы. Все это можно было делать. Все это элементарно делается. И все было готово к этому. И они все разбежались бы. Все. И Запад бы ничего не сказал. Это трусливая последняя цивилизация. Загнивающая. Умирающая. Они потом встают-то в кучу и собрались в Евросоюз. Вы что думаете, они от радости вместе? Просто умирать веселее вместе. По отдельности им грустно. Вот они собрались вместе в свой новый, так сказать, колхоз политический европейский. Поэтому все интернационалы все это против России. Все там левые партии опять нам говорят. Вы их там объединили. Мы болгар спасали сколько раз. Они в двух мировых войнах против нас воевали на стороне Гитлера. И сейчас вступили в НАТО. Никогда больше никого не спасайте. Ни по национальному признаку. Ни по религиозному. Ни по какому. Вот здесь нам выгодно. Абхазия, Осетия. Признать независимость. А все остальное долго думать нам. Что делать. И решения нужно принимать более эффективные. Не надо повторять ошибки наших русских царей с советского периода. И последнего нашего периода. Мы зря отвели войти. А нам снова придется их внести. И еще больше будет трупов. И в этом минерале тех, кого сегодня благодарить. Не торопитесь благодарить. Еще придется с них погоню срывать. И из администрации президента выгонять. Тех, кто не способен правильно определить национальную политику. Уважаемые коллеги, прежде чем предоставить слово следующему выступающему, Субтитры создавал DimaTorzok.